Это выставка World Food 2022. С нами ее участник Константин Мишланов, Mango Office. Константин, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о вашей компании. Добрый день. Наша компания занимается IT-инфраструктурой. Мы являемся IT-разработчиком российского ПО, соответственно, заграничные все уходят с рынка. Но если говорить так, что мы сейчас одни из лидеров на протяжении 26 лет на рынке. Мы занимаемся внутренними бизнес-процессами вплоть от телефонизации, чтобы в компании было удобно общаться между собой. Плюс, помимо этого, отслеживаем всю полную картину хода клиента в компанию от звонковой части, текстовых виджетов, рекламных компаний. Это все мы помогаем отследить любому бизнесу, чтобы у них выделялись деньги в правильное и нужное русло. Не могу не спросить, 26 лет вы сказали, но все-таки, вероятно, как я себе это представляю, мы все-таки эти 26 лет пользовались какими-то, может быть, западными наработками. Что сейчас поменялось? Ну, ранее были заграничные доработки, и как у нас принято в России, что заграничные все лучше считать. Но на самом деле это не так. В большинстве случаев многие решения, те, которые есть из Запада, они есть уже и у нас, и они работают стабильнее и лучше, и развиваются на наш именно рынок. А те системы, которые есть западные, ну, соответственно, они рассчитаны на другой рынок. Когда они приходят, они закрывают только малую часть того, что могли бы. Здесь, в принципе, на нас это повлияло, наоборот, еще в лучшую сторону. Мы и так были одними из лидеров рынка в системе IP, вплоть от телефоней до отслеживания и всяких разработок. Сейчас мы плотно, да, утвердились еще лучше, и, ну, и, соответственно, все клиенты, которые раньше говорили, что мы выберем западные решения, какие-то там решения, которые будут, железные, АТС и все остальное, они переходят на облако, и они понимают, что надо было раньше это делать, чем сейчас, когда у них случилось оп, грубо говоря. Они начинают быстрее-быстрее переходить и просят, чтобы это в ближайшие там дни, часы все заработало. А готовы ли вы сейчас обеспечить, я так понимаю, выросший входящий поток вот этого запроса? Да, конечно, у нас есть, помимо того, что входящая линия, да, которая занимается непосредственно заявками от клиентов, которые непосредственно сейчас звонят, да, в компанию, также есть отделы и по крупному бизнесу, и которые мы сами привлекаем, ищем, вот так же на стендах стоим, да, там рассказываем про компанию, про то, что чем можем помочь. Потому что в любом случае у каждого бизнес-процессы свои, и мы в большинстве случаев ищем решение под клиента именно, чтобы не было лишних сумм, трат, ну, соответственно, закрыть только те точки, которые интересны клиенту, и которые реально принесут ему в дальнейшем прибыль и пользу. Какие планы, может быть, в ближнесрочной или, может быть, долгосрочной перспективе у компании? Ну, если на данный момент считать близнесрочной, у нас вышли такие решения, как речевая аналитика, соответственно, в большинстве компаний привыкли, что люди слушают звонки, но, так скажем, масло масляное, да, в большинстве случаев это неэффективно, потому что человеческий фактор никто не отменял. Мы с вами хорошо общаемся, у вас всегда будет отличная оценка по речевой аналитике. А здесь этим всем занимается система, которую не обмануть. Если вы говорили, что-то не так, то она и покажет, что было что-то не так. Плюс, помимо этого, у нас появляется с партнерами видеоконференции. В дальнейшем мы рассчитываем на то, что они были и так у нас внутренне, потому что Zoom тоже, Skype, они нестабильны, и сейчас непонятно, что с ним будет. В дальнейшем будем делать так, чтобы наши видеоконференции стали лучше и могли заменить западных производителей. Слушая вас, мне кажется, что наше будущее, может быть, если и не безоблачное, то уж точно не темное, да, то есть в целом ситуация на рынке вселяет какой-то в нас оптимизм. Да, на самом деле ничего и не поменялось в плане того, мы не переживали за то, что что-то ушло или что-то придет на рынок. Это здоровая конкуренция. Если есть какой-то западный конкурент, скажем, в какой-то сфере, которую мы представляем, которую мы можем закрыть, и, соответственно, это же дает стимул делать лучше систему, чтобы в дальнейшем для клиентов не стоял вопрос, что выбрать. Здорово. Тогда удачи вам в том, чтобы стать лучше и удовлетворять всех клиентов, и удачи нашему рынку. Спасибо большое и вам хорошего дня. Спасибо. Спасибо. Спасибо.